Друзья, день добрый. Я считаю, что свежие лица на канале это просто замечательно. Сейчас как раз будет свежее лицо, победитель конкурса ЛЧИ в трех номинациях. Поэтому я надеюсь на ваши лайки. Вы потом можете снять лайк, но я очень надеюсь, что вы поставите лайк. Потому что мне кажется, что наш канал должен объединять разных и трейдеров, и инвесторов, разных зверей с разными подходами. Интервью мне понравилось, оно такое честное интервью. Руслан, день добрый. Добрый день, Андрей. Поговорим про тебя, про ЛЧИ, про Рому Андреева. Как тебе такой план? Я не против. Зрители должны знать, что ты герой, ты выиграл ЛЧИ в нескольких номинациях. Правильно понял? Ну да, ЛЧИ 2023. Повезло, выиграл. Кажется, в трех или четырех номинациях. Так, ну какие там номинации? Ну, лучший частный инвестор, первое место. Лучший частный инвестор на срочном рынке, кажется, ветеран ЛЧИ и еще смартлаб, лучший трейдер смартлаба. А теперь поговорим о тебе. Где родился, где живешь, как пришел на трейдинг? Ну, родился я в Тюмени, живу в Тюмени, в трейдинг я пришел в далеком 2006 году, еще будучи, работая в крупном банке, начал торговать, но тогда, естественно, начал акциями только торговать. Как сейчас помню, в декабре 2006 года купил первые свои акции, это «Газпром» по 212, кажется, рублей и «Сбербанк» по 35 или по 36 тысяч до сплита, когда они стоили дорого. Вот. И как бы до сих пор торгую. Что еще сказать? А торговля – это твое основное занятие, либо у тебя есть все-таки основное занятие, а это добавочное занятие? Ну, в настоящее время, как бы я бы сказал, что основное занятие, то есть я живу с рынка в последнее время. А до этого, я говорю, я работал долгое время, практически 20 лет проработал в крупном банке. Тогда времени, естественно, было меньше, сейчас времени навалом, можно так сказать. Давай я скажу большое спасибо Дмитрию, который нас познакомил и свел контакты. Благодаря этому мы сейчас, Дмитрий, подписчиков мой канал, благодаря этому мы сейчас и проводим интервью. Дмитрий, привет, если ты меня видишь. Да, Дима, привет тоже. Вот. И какие у тебя успехи были тогда, 20 лет назад, и какие сейчас? Слушай, ну, если касательно ЛЧИ, то я, наверное, восьмой или седьмой раз участвую в ЛЧИ. И как бы, в принципе, даже был какое-то время в этих ЛЧИ в лидерах, но, к сожалению, не смог удержаться. В свое время на смарт-лабе очень хорошо транслировали ежедневно ЛЧИ. И как бы, если там поднять историю, то можно там увидеть мои результаты. Но в итоге я сливал. Потому что, все-таки, ЛЧИ – это режим соревнования, и режим соревнования для депозита, он очень вреден. Даже, я бы даже сказал, опасен, не то что вреден. В этом году Мосбиржа, я считаю, сделали вход очень маленьким. Я даже очень был удивлен. Ну, я подумал, почему бы нет, если такие условия, я завел минимальную сумму. То есть, открыл специально субсчет на форте, еще завел деньги. Согласись, с такими деньгами абсолютно, как бы, не страшно рисковать. Сейчас, соответственно, поле для деятельности больше было, и как бы, мне повезло. Очень повезло в этом году. Я практически в первую неделю уже куш сорвал огромный. Можно было ровно сидеть, в принципе, на попе и не дергаться. Но я что-то решил еще немножко похайповать. Поэтому свой максимальный результат я, конечно, подслил. То есть, у меня там доходило до 1200%. А в итоге я закончил где-то 659. Ну, тут оправдываться не буду. Тут, как бы сказать, психология сыграла. Наступали на пятки мне там ребята, очень успешно играли. Там до 800, до 900% у некоторых доходило. Естественно, это начинаешь переживать. Ну, не переживать, это не то слово. Не переживать, а ну, как начинаешь оглядываться, совершать какие-то ошибки. Ну, в общем, как-то так получилось, что мне повезло, что даже слив я все-таки чудом оказался на первом месте. Просто повезло, я считаю. Потому что, действительно, там ребята были асы, я бы сказал. А вообще, как бы, если взять, извини, может, я Андрей тебя перебил. Вообще, если ты, как сказать, про свою торговлю в целом. Ну, торговать я первый раз, как уже говорю, начал в 2006 году. Тогда, конечно, еще не было никаких этих мобильных приложений. Даже, я помню, покупал акции и продавал по звонку трейдеру, брокеру. Такое было время одно. Ну, что, первый свой слив у меня произошел в 2008 году. Ну, на известных событиях. Там, кризис в Америке. Я впервые в жизни увидел, когда в стакане пусто, в Ланге был Ростелекома, как сейчас помню. Не было в стакане просто спроса. У меня было плечо. Причем, плечо было такое, не сказать, что большое, там, может быть, один к одному. Ну, слил я депозицию в 2008 году. Начал торговать после этого, ну, наверное, в начале 2009 года только. И, как бы, ну, в принципе, торговал успешно. Сделки у меня, то есть, годы у меня в плюс выходили, там, ну, когда 20, когда 30 процентов. И в 2009 году я также начал торговать на Форс. На Форс. Наверное, потому что после слива у меня возможности были поменьше, а Форс, сам понимаешь, предлагает все-таки плечо побольше. Поэтому начал торговать на Форс. Ну, тоже с переменным успехом, но до 2018 года держался. Не сливал. В 2018 году слив произошел на всем известном событии, когда весь мир отдыхал, а наша Мосбиржа торговала. В субботу, кажется, это было. На нефти я тогда слил. Почему-то вдруг наша нефть на нашей Мосбирже решила пожить своей жизнью. И сначала ее слили очень хорошо, то есть, там, собрали все стопы, морженковы. А потом, как бы, вверх ушло в нужном направлении. Но для меня это уже было неактуально. То есть, я тоже депозит слил, притом очень большой. Для меня такой большой депозит. Ну, вернулся все же, как говорится, на рынок. Сейчас торгую. Торгую аккуратно. Пока плаваю. Вот даже ЛЧИ выиграл. Видимо, случайно все-таки. Я считаю, что случайно. Повезло. Согласен. А ты не представляешь, когда я начал, что такое торговать? Был интернет-трейдинг. Я работал в одной компании. Значит, клиенты заявки передавали. Ну, вот. А у меня, вот, как у работника компании, был такой терминальчик. И там было написано, что клиент хочет такой. И я уже вводил в КВИК. То есть, не напрямую, но это и называлось это все интернет-трейдинг. Но это было так, что, конечно, что касается небольшой стартовой суммы, с которой можно участвовать. Это, как бы, оружие обоюдоострое. Потому что тут не жалко там. Ну, ладно. Не получилось. Разогнать ли час попробуем. Но потом ты можешь привыкнуть. Это все масштабировать на большие счета. Как вот это вот. Это такое ух. И это уже может быть больно. Ну, Андрей, как бы понимаешь, опыт у каждого трейдера слив должен быть, я считаю, свой собственный слив. У меня, как видишь, их было два слива. После каждого слива должен делать выводы. Сейчас, как бы, самый главный для себя вывод я сделал, не торговать на всю котлету. То есть приводит излишнее, так сказать, большие плечи. Они приводят, ну, к сливу, если рынок не придет в твою сторону, не пойдет в твою сторону. Сейчас я, допустим, торгую где-то максимум, ну, две пятых от депозита, позволяя себе, максимальное ГО на форсе. То есть тут у меня остается всегда пространство для маневра. Либо закрыть, если вижу, что действительно рынок не в мою сторону идет. Ну, либо усредниться, что тоже не есть хорошо усреднение. Ну, как бы, знаю, свои ошибки знаю, в принципе. Торгую, плаваю. Ну, пока так. Пока так. Получается. По поводу вот моего, вот этого, моей вот этой удачи на LTE, вот прошедшем, я, как бы, там заработал очень хорошо на опционах. на опционах C. Скажу сразу, что опционы недельные, биржа, спасибо, что они их завели, у нас все-таки появились недельные опционы, как бы, сравнительно небольшая премия по опционам, потому что они короткие. я почти еженедельно делаю ставки по опционам на деньгах, которые находятся. То есть, в ту или другую сторону. И, знаешь, они неплохо бывают, выстреливают. То есть, вот у меня, если не в рамках LTE, летом у меня тоже удачно очень выстрелили опционы, я где-то около 500% поймал. Ну, небольшой суммой, там, в пределах 20-30 тысяч, я такие ставки делаю в обе стороны. Покупаю либо путы, либо колы по опционам, которые на деньгах находятся. Ну, я думаю, ты знаешь, что я имею в виду. Понятно. То есть, ты такой, ты мастер многостанушнику, ты оводил несколькими инструментами. Ну, да, наверное, единственное, куда я еще свой нос не сунул это в облигации, ну, потому что что-то, мне кажется, тухловато там пока у нас. Но уже присматриваюсь. Понятно. Но это очень мудрая тема на две пятых торговать там, потому что тем самым ты наращиваешь преимущество по отношению к другим игрокам, которые на всю котлету. И когда их выбивает и психологически их прессует, ты спокойненько куда? В облигации, да? Нет, я говорю, вот то, что ты говоришь, что на фарсе стал торговать максимум на две пятых. А, ну да, да, это как бы стараюсь не наступать на, собственно, грабли, на старые грабли. А то некоторым людям поставишь машину какую-нибудь Феррари, которая не умеет едеть, они думают, раз стоит Феррари, нужно прямо педаль в пол и начинать. это не значит, что педаль в пол, если Феррари. Ты начни хотя обучаться как-то. Ну да, ну как бы вот если касательно обучения, да, ну, в принципе, никаких особых курсов я, наверное, не проходил, а вот познакомился, помню, кажется, в пятнадцатом году с Андреевым на Smart Lab. И как бы ну вообще замечательный я считаю товарищ в плане того, что абсолютно на безвозмездной основе ежедневно такую работу проделывает уровни и людям озвучивает там по основным инструментам, которые у нас торгуются. В принципе я до сих пор пользуюсь его уровнями, вот честно скажу. Ну, готово, все готово, на тарелочке положили перед вами. Особо не заморачиваюсь сам построением графиков какого-то, теханализа. Считаю, что даже в некоторых наших инструментах, которые у нас торгуются на бирже, теханализ, он практически не работает. Ну, к примеру, тот же рубль, рубль-доллар, там какая-то валютная пара, мне кажется, там больше все-таки зависит от хотелок нашего правительства, от хотелок нашего ЦБ. Как-то так. Ну, тебе не кажется, что хотелки, они материализуются в ценовые графики. Если кто-то кто-то хочет, значит цена будет двигаться туда или сюда. Ну, я как бы склонен, что возможно это так, но все-таки, знаешь, вот когда летом у нас произошел обвал по доллару, когда там что-то наш уважаемый Владимир Владимирович сделал заявление по поводу того, что что-то слишком высокий курс. и вот как мне повезло в октябре месяце, когда я поймал такой курс, вышел его указ, то есть я не знаю, как это на графике можно было обосновать заранее, что пойдет рынок туда или вниз. А мне кажется, не надо ничего обосновывать, надо просто следовать за тенденцией. Мне кажется, предсказание с помощью теханализов... Ну, тенденция на тот момент была рубль падал, ну, то есть доллар рот, рубль падал, это была тенденция. Но... Ну, в общем, у вас разные подходы есть, разные подходы. Согласись, вот в тот день, когда нефть ушла в минус, я заработал, скажу тебе честно. Вот, потому что... Молодец, поздравляю. Потому что я, это самое, гибкий, как стебель, понимаешь? Здесь вместе, если не партии, качаюсь. Вот, мне все равно. Вот, ну, пошло вниз, ну, и что, вот, это самое... Вчера вот на вечерке немножко прессовали акции, да? Ну, когда нефть немножко слила. Ну, что тут сделаешь? Ну, против лома нет приема. Пожалуйста. Ну, кстати, Андрей, надо тебе отдать должное. Мне вообще нравится вот твой канал Телеграм. Вот меня это, кстати, Дима сагитировал. Подписался я. Мне нравится, вот, как ты преподносишь все это. Вот, прям, ну, практически купил, тут же аудиофайл озвучил. Почему? Зачем? Очень интересно. Это, кстати, не все так практикуют. Это очень интересно смотреть со стороны. И... Ну, мне нравится. я, как бы, вообще, как бы, очень... очень с интересом наблюдаю, смотрю. Спасибо большое. Ну, тут очень сложно, потому что ты сам понимаешь, бывают сделки неудачные, и когда ты это все озвучиваешь и показываешь... Это публичность. Публичность, она всегда. Потом тебе полгода вот будут вот тыкать. Ты можешь сделать пять удачных, потом одно неудачное, но вспомнил это именно неудачное. И вот скажешь... А, это тот самый. Ну, да, тот самый. Привет вам всем. Ну, ты же не тот человек в шляпе, который всегда поставит свои сделки, потом задним числом озвучивает. Понимаешь? Это тебе не нужно. Поэтому все нормально. Все интересно. Да, спасибо большое. Мы сейчас развиваемся, стараемся искать Руслана и других вот спикеров, чтобы как-то вот был выбор. Чтобы люди выбрали наиболее близкого спикера себе вот по стратегии вот. Потому что я понимаю, что, допустим, ну, не все, что я говорю близко людям. Но есть выбор. В канале так же подписывайтесь, раз уж ссылочка в описании. А скажи, пожалуйста, ты веришь в интуицию? Вот я хотел, кстати, ты меня опередил, сказать, что моя торговля, наверное, на 60-70% это интуитивная торговля. Потом уже уровни какие-то там смотришь, что-то еще, новости читаешь. Скорее всего, да, я очень верю в интуицию и как бы последние там, не знаю, два-три года она меня пока не подводила. Ну, когда не подведет. Ну, да, я тоже верю в интуицию как некий фьюжн, сплав, интуиция плюс теханализ. То есть, допустим, можно сделки пропускать. Не то, что вот у Горчакова там система трейдинг, вот все сделки реализуют. Нет, я считаю, что можно пропускать. Если интуиция говорит, можно пропускать. Поэтому я не система трейдер. Понятненько. Ну, вот по поводу, что хотел сказать еще. Вот я просто в своей жизни на многих трейдерских ресурсах как бы участвую, читаю. Я обратил внимание, что у нас, скажем так, люди, которые вот пришли на рынок, ну, что говорить, даже, которые давно уже торгуют, ну, очень, скажем так, мало образованы в кавычках, вот в тех же инструментах типа опционы, фьючерсы, я вот это, вот это я здорово понял. Потому что люди не понимают элементарных вещей, что такое ГО у опциона, когда у него срок экспирации, то есть расчетный опцион, поставочный, вот такие вещи. И вот я считаю, что было бы вообще идеально, если кто-то бы занялся вот именно не инфоцыганством, а вот обучать людей именно теоретической части, то есть как матчасти, скажем так. То есть вот это, думаю, более полезно для людей делать такие вещи. Я согласен, я полностью согласен, но мы тоже занимаемся финансовой грамотностью, сейчас Олимпиаду в Ставрополе, Чайной Мутин, уже приказ подписан, но у меня ресурсов мало, ты согласись, вот есть банки, у которых много ресурсов, чтобы продвигать финансовую грамотность. Не бережешь ты себя, Андрей Владимирович, все о народе думаешь. Ну, мне это интересно, потому что вот изначально как все пошло, вот ко мне люди подходили на семинарах региональных, говорят, ну, хорошо бы посмотреть на Рома Андреева и как бы за спины, что он делает, как у него торговый день планирует, что там это продают, покупают. Я понял, что есть большой интерес вот к жизни трейдеров, такой, не лакированный там на РБК ТВ за столом, а вот такой жизни. Понятно. Ну, Роба Андреев, это, конечно, вообще отдельная личность, про которую можно долго, долго, долго разговаривать, обсуждать. Я уже говорил, что мы с ним познакомились в 2016 году, он уже несколько раз у нас в Тюмени был, то есть мы как бы дружим довольно-таки, ну, уже получается около 8 лет общаемся постоянно там по телефону, по мессенджерам, то есть человек очень хороший, хороший трейдер, хороший друг, веселый человек. Да, веселый, творческий человек, это здорово. творческий. То есть мы сейчас пришли к тому, что у тебя нет торговой системы, ты такой четкий, где прописан как свод правил. Ну, вот, наверное, только единственное, что я сказал, что сейчас не торгую на все плечо, наверное, все. а какой-то такой торговой системы, ну, нет, скажем так, нет ее, да. Но при этом есть Роман Андреев и можно иногда посмотреть в таблицу. Ну, да, можно. Почему бы нет, если есть возможность. Раз мы поговорили про Рому, в общем, какие еще телеграм-каналы ты считаешь полезными и как ты сейчас оцениваешь ситуацию с пампом акций? Так, телеграм-каналы какие я читаю? вот, скажу, вот читаю твой канал, я сейчас с интересом. Что? Ромин я канал читаю. Ну, из таких, ну, наверное, новостные каналы какие-то там, Сток Ньюз, РБК, ну, такие, где новости идут, потоковые. То есть, на инфо-цыган там всякого рода я не подписан. Интересно, что еще? По пампу акций. Ну, знаешь, я акциями не торгую, если честно. В этом году наблюдал, конечно. Ну, люди зарабатывают, видимо. Надо, наверное, быть инсайдером, чтобы на этом зарабатывать. А как бы нам, простым людям, которые, скажем так, на земле находятся, мне кажется, туда лучше не соваться. Как сказать, я понимаю, что такое памп, это когда там несколько человек сговорятся и начинают какую-то акцию разгонять. Ну, не знаю, тут надо обладать, наверное, какими-то ресурсами денежными, большими, чтобы это делать. Хотя, в Штатах, кажется, года два назад какую-то акцию там разгоняли. Вот непосредственно сами частные трейдеры там в соцсетях там призыв покупаем и все побежали покупать, да? Или продаем, все побежали продавать. Ну, не знаю, как-то... Ну, потому что там был движение, давайте накажем этих жадных инвесторов, этих самых банкиров и решили наказать. Ну, не знаю, я что-то мне... То, что это у нас на российском рынке, возможно, я считаю, что это... вряд ли. Вряд ли. Тем более, сейчас центральный банк, я насколько знаю, там, сейчас какие-то вводят они ограничения, там, если какие-то сделки, не содержащие экономического смысла, могут в любой момент, там, заблокировать твой счет, там, еще что-то. В общем, мне кажется, это нереально, ну, на нашем рынке. Понятно. Значит, это мы интересные каналы смотрели с тобой, да? Какой же вопрос тебе задал? А, интересные каналы и памп, это тоже интересно мне, да? У тебя есть какие-то ощущения, что будет с фондом рынка в этом году? Например, дикое падение или дикий рост? Слушай, ну, мы в прошлом году хорошо выросли, по отдельным эмитентам, вообще, там, до 100%, ну, Сбер, допустим, вырос очень хорошо, там, ну, Газпром, конечно, никого не радует, пока все его держат, все надеются, ждут. В этом году, как бы, ну, я не жду какого-то взрывного роста, потому что, ну, мне кажется, пока уже некуда расти дальше. Максимум, что я по ММВБ вижу, ну, уровень 3 400, 3 500, может быть, но не больше. Хотя это тоже, конечно, приличный рост, но такого, как было в 23-м году, я не ожидаю. Главное, чтобы была волатильность для меня. Я спекулянт. Мне очень интересна тема все-таки валютных пар. Я в основном торгую с производными на валютные пары, в этом году я полностью перешел на торговлю юанем. То есть, там знаешь, какие у нас там риски, все постоянно озвучивают по поводу этих недружественных валют. Поэтому я уже ухожу в юань полностью. Фьючерс юаня, сейчас хорошо его расторговали, там, да и, в принципе, по споту там объемы уже больше, мне кажется, чем по доллару, по евро вместе. Так что, как-то так. Для меня главная волатильность. Ты в тренде. В этом году впервые мэрия Москвы решила украсить Москву в честь китайского Нового года. Там фонарики, иероглифы, наши друзья китайские. Ты вот, чтобы сказать, что мы вместе. И вот ты в тренде. Ну, хочется, чтобы мой депозит, с ним не произошло что-то такого, как у ребят, которые торговали иностранными акциями, чтобы не заблокировали его. Пусть даже на короткое время деньги должны работать. Согласен. Кстати, о Роме Андреева. Андреев. Он такой творческий человек, да, что очень люди поляризованно к нему относятся. Либо полностью не принимают, любят, либо просто лух, как-то он вызывает. Неравнодушных там нет. Ну да, он поет прекрасно вообще. Ты надо знать. Поет, стихи читает. Нет, я не знаю, я не такой близкий друг, как ты. В общем, но... у него эта фишка, у него. И хоплен. Да, вот, поэтому интересно. А Рома Андреев, тебе какие-то интересные подходы рассказал, кроме того, что песни пел? Да, слушай, я вот как бы стараюсь с близкими друзьями, вообще с друзьями про работу, про рынок, ну, не разговаривать, не обсуждать. То есть, мне хватает той информации, которую он публично там всем выдает. В принципе, ну, если какой-то маленький вопрос возникает, конечно, у меня, грубо говоря, есть возможность ему написать там в мессенджере, спросить. Так это бывает раз в квартал, может, я какой-то там уточняющий даже вопрос, а не то, что там, Рома, что будет? Будем расти или упадем? Таких вопросов не задаю просто. Понятно. А скажи, пожалуйста, вот есть такое мнение, что надо денежки отгонять, нельзя реинвестировать, потому что все на бирже опасно. Вот выиграл кусочек и часть отогнал, какие-то другие. А я согласен с тобой? Я как бы, в принципе, я же тебе сказал, что раз с рынка живу, то, в принципе, я весь профит полностью вывожу. То есть, у меня есть определенный депозит, который я оставил, его держу. У меня у двух брокеров счета открыты. Тоже, опять же, это для диверсификации рисков. Два брокера. Один у меня, как бы, инвестиционный брокер, которому я доверяю полностью. Он меня устраивает, что если что-то, не дай бог, случится, какой-то там, черный лебедь, что, ну, во всяком случае, брокер останется. И есть у меня брокер, которым именно я спекулирую. Поэтому, как бы, я с тобой полностью согласен. Я постоянно вывожу, не реинвестирую прибыль. В текущем году, допустим. Также я, кстати, торговал и на УЧИ. То есть, я там, грубо говоря, сейчас даже в абсолютных цифрах скажу, там, с 11 тысяч я там сделал 120, я сразу же половину вывел, и вот уже, там, на остаток, на эти там, на 50, на 60 тысяч я торговал. Почему я так сделал? Во-первых, даже если бы я их свил, вот эти 50 оставшиеся, у меня все равно бы уже накопленная прибыль в процентах, она бы составляла, там, ну, по моим подсчетам, около 600 тысяч. Ну, вот как, в принципе, к чему я и пришел в итоге. Вот как-то так, стратегия такая, да, заработал, вывел, заработал, вывел. на ресторан. Ну, смотри ролик, разузывай, он тебе расскажет, как правильно потратить деньги. На кого там еще? Ой, да у меня семья, девочки все у меня, у меня есть на кого тратить. Вот, у него тоже девочки, но не дочки. Вот я сейчас не об этом хотел спросить, а вот... я дочек имел в виду. А вот хотел тебя спросить, ты сказал, что сам обучался, да, сам обучался работать на фондовом рынке, да? Ну, да, я же, видишь, я же тебе говорил, что я, во-первых, работал в банке. То есть, человек все-таки уже близок к финансам. То есть, опыт у меня торговли, хоть я и отсутствовал, но у меня была возможность что-то почитать, там, постоянно у нас всякие, релизы, и в то время у нас активно среди сотрудников, как бы, поощряли, что мы покупали акции в своей компании, ну, там, хороших государственных голубых фишек, то есть, это поощрялось. А вот, то, что там, именно, сам процесс торговли, вот, вот, серьезно говорю, что учился сам, то есть, первое, я тебе уже говорил, это вообще были банальные звонки трейдерам брокера, выставьте там заявку такую-то, такую-то, они меня все время поправляли, там, телефон бросали, если ты неправильно что-нибудь скажешь. Ну, то есть, вот, учился сначала так, да, было такое. а потом постепенно, постепенно, ну, сам, как бы, самообразованием занимался, у нас, слава богу, и YouTube есть, есть, ну, интернет у нас есть, у нашего поколения, есть где чему научиться, не выходя из дома, грубо говоря. Постепенно, постепенно, и, кстати, сейчас половина, наверное, моих сделок, даже не половина, на процентов 70-80, у меня с телефона, или с планшета, то есть, я за компьютером редко сижу, то есть, я там, допустим, где-то по городу, чем-то занимаюсь, либо там, на природе, я всегда, у меня телефон с собой, я смотрю, то есть, вот так, такой принцип у меня торговли, то есть, я за графиками в Квике, там, еще где-то, редко-редко я нахожусь, времени просто нет. Понятно, бывает. Так, Руслан, если ты не против, я попрошу наших зрителей задать вопросы, может быть, ты ответишь на эти вопросы, которые будут под нашим видео, когда будет время. В принципе, я не против, не против. Спасибо большое. И поставить лайкосики, иначе, сейчас живем в такое время, что наше видео с Русланом никто не увидит, без вашего лайкосика. Спасибо большое за интересное интервью, рад был познакомиться, приезжай в Москву. Приезжай в Тюмень, я тебя положу на горячие источники. Я уже был в Сургуте, не в Сургутске, но сейчас мне как бы не могу. А ты можешь приехать. Все, спасибо большое, что интересные дыры. Спасибо.